мы в эфире добрый день роман уже в эфире до всех приветствую сегодня решили записать небольшой такой подкастик не познавательный не получающая просто вот посмотреть как будет работать такой разговорный формат один человек и один оператор как это будет выглядеть мы пробовали такие вещи получалось 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 тебе многие не любят меня не пятак там золотой не рубль серебряный чтобы нам нравится многим а я говорю не тульский пряник ну поэтому народ так как бы голосует за тех кто многие не любят слушай а вот в таком ракурсе если допустим поставить еще одного идущего да я видел кстати неплохие такие вот дуэты и и оператор а лучше два оператора но это уже ресурс это уже ресурс но это смотря для кого главное что их спичрайтеры не подставили и тексту будет обрабатывать который потому что любая как сказать как сказал райкин напомними импровизация это хорошо подготовленная да хорошо подготовленный текст вполне согласен толщу подготовленные поехали там камера бывает тормозить не будем на это отвлекаться любая импровизация это хорошо спланированный сценарий это кстати было фильме проговорено вот красной строкой ssd фильм такой был замечательный фильм и скажу несмотря на то что он там в меру своей кровавости какой-то но она как бы на заднем плане остается смерть советским детям такой был фильм по сценариям там страшно всяких вот истории типа там вот этого гроба на колесиках костыли там с топорами помните я думал вообще даже какую-то рубльку на эту тему сделать но я отдал на улдсоркинг тоже один вид смотрю ребята работают вот питерские освещают такому троги вот там у них интересное направление по моему семенов фамилия у него без фамилии работаем дистанционно это все не интересно идея и очень хорошая была но мы о чем вообще начали да я уже знаю это вот на кофе с коньяком офиска по поводу кофе вода коньяка но вот здесь у нас обычно кофе это кофе коньяк это коньяк мы как бы вот наблюдали кстати доводилось тебе наблюдать недавний там взлет интересный был там с анатолием михайловичем леоновым вот антон владимир тему выступали сделали интересную передачу роман но я тебе отвечу как на духу понимаешь я уже человек имеющие годы за плечами и возраст и поэтому я ценю свой спокойный сон и ты понял да и зрители надо тоже поняли что я не беспокоя свою психику разными непонятными вещами на них очень много эмоций так я хочу сказать то вот именно об этом хочу такое слово у самого артикуляции повело маленьком сторону дело то ты спросил помнишь про кофе-то и про коньяк или ты уже забыл что-то спросил 5 минут назад меня я я забуду к 7 января через прошел 6 вечера ну и давай давай дальше дальше вот я это передачу то есть как бы напомнил самостийное интересно вот как бы это там мне написали мне написали просто я стесняюсь об этом такие страшно такое услышать мне это роман они там чем бухают что ли я говорю да ну анатолий михайлович это же скала ну по нему никогда не скажешь анатолий михайлович это вообще авторитет для меня уже говорил да абсолютно не не подлизывая там при этом ничего абсолютно говорю на ровном дыхании на ровном глазу как говорится анатолий михайлович он 50 лет у него номенклатурного стажа я столько не живу а это что-то дознать этот человек он знает конкретно что и как делает но а свои там какие темные делишки кто-то проворачивает за спиной и как его используя при этом и как там пытается там на видео показать как мы у него старательно там его облизываем всего но я считаю что это просто ну некорректно вовсе не по-человечески это достаточно достаточно как-то слово даже такое сказать так это присмыкание какое-то что ли ну на уровне такого лебезение такого вот это прямо тобой людей успокаивал как могу ли но это же нормально чуть лезть это лезть да потому что учитывая это при всем при том что как бы все эти вещи они были работали именно направлено это нормально как бы что вот эти вещи работают интервью взял с этим человеком интервью с тем я напомню чуть-чуть вот все мы здесь вот начинали с чего я начинал например вспомнить примеру да интересно это будет я не знаю я вот например себя ощутил что журналистика это моё на уровне моего очень царствие небесное научил меня читать мне было пять лет было пять с половиной я уже читал читал маукли читал там всякие книжки в школе мне больше всего нравилось читать за рулем ой за рулем за рубежом ничего практически не понимал там всякие антанты всякие империалисты ну было очень интересно вот антонина васильевна пчельникова она меня там пыталась сначала нагрузить букву ремпу то смотрит да и газеты читаю не стало меня особо трогать читайте свои газеты колоти свои понты чем бы дитя не тешилось короче говоря но первые стихи осознанные я считаю осознанные такие получились уже когда в школе когда писал там в тетрадь там и вот я наверно я хотел чтобы их нашли я оставил их на видном месте и конечно же их нашли читал гром громче всех их ромка пескун такой считает и там такой стих был петров орел пупой ему ответ гигуни к мне совой и в результате у петрова стоит большая двойка такой был стих такой полу белый интересный до сих пор помню значит что то в этом есть класс весь такой весь прям вот все то хохотали то что стихи там разные были первые стихи тоже как сейчас помню неплохой кстати за красный флаг был за стихи и за 20 миллионов жизней которые своей крови его подняли и не дали ему опуститься вот а потом я помню после этого чтения публичного коллективного читала хулиган главный к нам едет хулиган роман пескун если вы если бы маленько другие условия были у романа пескона он бы мог стать митхуном чакроборки возможно если бы тоже так же как митхун родился в индии там и в нормальной семье такой ну в нормальной имею ввиду с возможностью с возможностью отдать ребенка куда-то но я опять отвлекаюсь ко мне подходит после этого димка угликов на раздевалке а ты тоже стихи пишешь серьезно в таком костюмчике светло так еще так я говорю ну да пишу как бы я тоже почки хочешь я тебя прочитаю что-то мне прочитал такой такой шаблонное такое что-то интересное такое ну шаблон по шаблончику что-то сделано короче говоря первое уже такое стихотворение я уже так его запели это было сразу песни его запели 18 18 лет 18 лет я о еврейской автономной области колхоз мы туда ездили знакомиться с местной ботаникой село доброе ну понятно да там очень хорошо там все готовили картофель собирали травы изучали замечательно все это было и хочется рассказывать как будто все это вижу вот перед собой такое вот состояние интересное там любовь там несчастная или счастливая не знаю я считаю что любая любовь это счастье счастье от бога не счастливая там несчастно это все глупости которые придумывают вот этот мозг человека который болтается по ерунду не слышит не слышит самое главное души это у меня понесло да останови меня надо как-то договориться там я буду или ушами хлопать или головой мотать ну да 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 я маленько договорил уже ладно раз уже понесло чуть-чуть сколько на времени мы пишем 837 давай давай про качество гостик еще подойти про качество советского образования 18 лет вот реально влюбился и написал песню эту песню запели все нас было 120 человек запели все у нас было две гитары гитары там ну это была моя коронка я ее пел потом мне даже просили исполнять ее можно тоже тоже будем петь дай слова ну как бы не то что там можно эту песню буду петь то что он какой нафиг авторское право хочешь пой слова не давай слова типа чтобы написал лучше это самое крутое было когда своей рукой пишет рома вот с этим я столкнулся до вопрос такой ну все значит следующий должен быть сюда дополнение эту песню исполнению все ты за ней очень много говоришь ну да да песню конечно было бы неплохо но инструмента здесь нет я бы конечно спел но мы же здесь не студийки говорим дело в том что не отмазывай на какое-то на какое-то длительное время я значит я вошел вот вообще как бы в этот мир весь вот достаточно рано в 20 лет я уже там имел много публикаций публиковал значит вот не помню было амурский лиман или ленинское знамя там уже было помню что мне два стихотворения прямо так прям нанес такое мне оскорбление был у нас там такой товарищ главный редактор толкачев вот имеющий хобби своим лапахом в кабаке там он подрабатывал гитарка там у него неплохая стояла он не испортил стихии больше с этой газеты я не имел вообще ничего общего но более 30 публикаций было в нашей желтой хорошей газете продайджестной mbs там более 30 публикаций было там такой руководитель замечательный кухтина педагог литературы да антонина алексеевна конечно замечательный человек что такое что такое слово окреста я спрашиваю простыня простынь много было интересных с ней разговоров да я бы отдельно прям поговорил о движении клуб поэтов это же было прям вообще можно сказать из-под носа вытащили тему а с другой стороны да если разобраться то получается мы молодежь вдохновили да то время для нас они были старпёры мы вдохновили вот на такое создание теперь как бы они даже зарегистрировались клуб поэтов клуб поэтом так и назвались понимаете это как вот тоже что-то напоминает мне этот конкурс бардовской песни до который прошел о котором по которым я прошелся прям нормально одев тяжелые башмаки тогда в сквере помнишь писали да мне не понравилось я был чуть помоложе ром я бы это самое как бы ну кто-нибудь пришел бы сингалом бардовской песни просто и не пахло вот в чем все да да я бы хотел услышать пускай это будет так даже звучать там пускай это лыжи у печки стоят как как там господи лыжи у печки стоят гаснет закат над горой месяц кончается март скоро нам ехать домой да ну такое что то вот это или там мы это дело сразу увидали как роты две поднялись из земли и рукава по локоть закатали и к нам светали получим пошли но тоже до этого война наше движение роман а вот о войне вот о нашем человеке таком хорошем которым ты только что говорил который который заслуживает мундира так сказать да как в любой части там есть же всякие тос тоскуны там всякие которые тащат счастья и мучу ему командовать надо чтобы оборона была а вот что там по части твоего творчества который бы до этого говорил и пнтв до первого николаевского телевидения вот это вот анонс прошел и что-то как-то я жду жду хочу увидеть увидеть и так это и умерла в зародыше получается или он еще это еще грудь грудь матери сосет проект этот очень тоже так вот периодически я прямо даже лежит как будто бы я что-то читаю бумаги никаких ручек был как раз проговорили мы проговорили буквально вот недавно там дать там чутка там рассказал о себе там хотя бы не просил мы пробуем формат щупаем его вот такого монострима я вот рассказал да вот то что вот клуб поэтом все вот эти вещи это же было именно то что уж это были шаги к журналистике на какое-то время я помню сначала плотно очень занимался компами все потом что-то подзабросил и потом когда в это все вернулся а еще забыл сказать 20 лет я закидал письмами союз писателей они боятся конкурента они думают что маяковский придется им согреться то его другом калашниковым у меня даже одно из писем сохранилось я потом как-нибудь покажу его очень меня антонина алексеевна кухтина просил эти письма и показывать что они там тебе пишут что они там тебе пишут но у нас не были жаркие конечно поэтические споры в клубе поэтов в том числе короче говоря вот про телевидение то это все же не тянется это же не просто так в дальнейшем дальнейшем когда вот я опять вернулся начал опять я лет десять вообще ничего не писал потому что я до 30 лет практически написал все о чем я хотел сказать даже 30 лет я практически закончил в стол уже свою назвал его роман вообще-то но у меня есть друг вячеслав тарушканов он сейчас я уже вот он назвал ее поэма вот так же как у гоголя да у гоголя господи забыл как называется то самое главное это его повесть мертвые души мертвые души да он назвал поэмой вот в чем здесь но он про себя писал да я автор как хочу так и называю это поэма но я как бы нам оставил ее в названии все-таки повесть она повествует потому что в школе учили повествует короче говоря получилось ситуация такая сложилась на 2017 год что в 2017 году я запустил канал свой запустил и он сразу прям сразу прям пошел потому что было с чем идти пошло 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 там пошло на экозащите на фоне там потом еще там разные вещи интересные и потом я как бы понял что эта вещь такая вещь она должна работать как-то вот не так как она работает у нас как-то но двухтысячные годы я поменовались тем что у нас перестала работать николаевской телевидение то которое в том формате да я скажу как оно происходило как она работала кто знает писалось на кассету видео причина не было прямом телевидении это был собственно кассетный блог по сути если сказать смотрите я вот я хочу объяснить это описалось на кассету монтажер с каким-то образом но делалось там смотрел там тогда была программа очень модная пинакл сейчас в вегасе все обычно зависают вот хотя пинакл сейчас тоже продвинутые версии есть она короче говоря осталось потом опять заливалась на кассету приходилось ну грубо говоря может там компакты потом появились не знаю там приходила нас приходилось на видеостудию это кассета ногами вставлялась и занимала чью-то чистоту вещалась не знаю насколько это было там закона там незаконно в частоту эту влезть и прочее но я насколько знаю что арендовать частоты достаточно дорого прямо вообще дорого телевидение нужно ничего не получала это же по сути не рентабельное предприятие хотя там за счет реклам там не знаю что то было не ну как ты говоришь ельциноиды этаж ельциноиды использовали ты помнишь вот его выборы там предпоследний какой сколько он завалил бумагой там чернухи компромухи там на советскую власть прям я досмотрел и прям сам в ужасе был прям потоп информацию тогда это все финансировалось им жена они же больше стали боевики нам показывают вот такие же боевики мы смотрели в клубе горького за денежку сейчас он человек у нас я его уважаю взошел скромный миллионер вот там он тоже там зевсами там всякими там дружит вопрос да остался таким образом вот это все шло 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 понималось понималось тут закрывалась что-то тут открывалась его в семнадцатом году я примерно понял что нам необходимо здесь чтобы было такое информационное единое поле не у нас получается как вот есть поле да и каждый пытается им завладеть стать чтобы стать частью этого поля нет есть мы хотим быть здесь вот я все телемагнат я вот здесь чтобы стать телемагнатом тебе надо минимум закупить сначала две камеры пульт для сведения нормального звуковика нормального оператора обработчика нормально это все отдельные кадры арт-директора и это очень это на самом деле это прямо это такой-такой головняк мы на самом деле я в докладе делал мы обсчитывали часть бюджетно бюджетная часть просто вот на коленке до вывели потом посчитали более приближенно на коленке лям 200 было на 2021 год когда для нашему первому председателю хэкэок прф это озвучил сказали все найдем деньги все прошло выборка прошла все ничего нету ничего нету вот что такие деньги какие деньги лям 200 иметь реально работающее по сути телевидение не просто блог можно же стримить можно в таких вещах делать звать в общем то не надо никуда идти в какую-то лесть там против антигосударственность прочее короче получилось следующее получилось то что проект телевидения он работался 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 в конечном итоге он стал нечто больше это нечто больше чем кассетный блок нечто больше чем просто какой-то блок это стало мира восприятием скажем так и когда это мировосприятие станет доступным еще хотя бы десятку человек тогда вот именно она и можно будет сказать что это полноценно именно теле видение то есть показ на расстоянии понимаете да и то что помогает нам всем здесь сплотиться не поругаться как-то там друг друга там какими-то словами по называть а именно смотиться то есть мы позвали здесь поговорили примеру да за круглым столом и все это транслировали без всяких вырезок роман но например 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 ты говоришь да сплотиться например передача животных вот я бы посмотрел вот мне нравится грызуны я вот и дупо в наш и называют вьетнамские дома машине построены для вьетнамцев вот иду 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 и там слышу как прям шур 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 вот и такой фонариком посветила там столько короче животных прямо не кушают с помойки но я про грызунов говорю они как разбежат да такие смотри такие прямо прямо действительно хорошие экземпляры на севере растут вот прожив про собачек про кошечек любимых моих поговорю бы допустим политические какие-то новости новости там не знаю там по медицине передачи жест вот как ты видишь телевидение сколько нужно делиться то есть людям же должно быть интересно по блоков примерно есть несколько разработок они все упираются до в основном финанс финансы до сказать но финанса здесь мало если допустим отдать человеку который не понимает отдать тему допустим 10 лямов он здесь 10 миллионами ничего не сделает просто там закупит самое главное даже ты закупился это дело все установил все у тебя прям замечательно волшебность и помещение есть и все оборудовано как положено штат ты где возьмешь здесь тех людей поэтому это нужно чтобы было понимание вот именно такого уровня которым я говорю в данный момент с телевидением что происходит блондинки там блондинки сейчас рулят такой пробный блок запущен он прошел в своем формате потом пробовали делать тоже формате такого мультяшном помнишь может быть я сделал три месяца делал лично занимался с электронным диктором делал превосходно мне понравилось я в него если ты не сказал мне что это боты я уже почти это как мужчина среагировал три месяца я это вел каждую неделю выпускал получается всего сколько три недели 12 выпусков всего прошло да это маленькая по выпускам там чуть-чуть по моему поджали где-то получилось там что-то около 15 у нас около семнадцатый выпуск когда семерочка дело не в том просто это утомило очень сильно его таких направлений у нас значит вот три разных формата было перепробовано такой вот моно формат был тоже там вот мы не совсем сейчас мы несколько уже делаем живую картинку более-менее то есть мы добавляем голос да еще вот из-за кадра за камером то есть то есть и сейчас это еще обрело такое целостность до при возможности кто физику знает тут может тот физику с математикой тот поймет что с такой возможностью целостность приобрело да с возможностью инференциации то есть она везде то есть голограмма такая она здесь 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 и она целостно и в данное время несколько направлений в том числе ты про это спрашивал который николай ств нтв ну как бы да я хочу разные передачи культуры хочу посмотреть одно из направлений которые роман вот пожалуйста я допустим живу сейчас далеко почти деревне да вот там землянки там ну принципиально единственное что генератор зажигаю так люблю я природу нашу там там избруя не ржавеет у меня там в огороде это самое я бы вот ходить хотел бы в рдк сходить на выступление наших замечательных золотой золотой пенсионной нашей группы но я не могу айрас посмотрел его по телевидению мне легче стало вот типа такие вещи там согласен во всем этом и даже более более тут можно такой как ляцкая тема а у ищу таланты пусть дети поют елки-палки это же это просто способ вообще способ такого знания то есть что мы все видим каждого это же круто так каждый возьмет кусочек извини перебивая каждый возьмет кусочек из этого из этих выпусков и оставит себя вырастить человек вот смотри ты когда-то пил еще раз современная беда что каждый хочет стать всем этого не получится я такой что я забираю пространство себе да не получится и эти потуги будут просто смешны я говорю именно поэтому я не сопротивлялся никаким образом что несколько направлений мы просто отдали на аутсортинг просто пожалуйста занимайтесь все вот оно ну целостность этого не нарушается здесь работает молодежь они советуются они пишут допустим я от многих вещей дергиваю потому что куда-то тянет их на какие-то там подвиги там я не знаю подвал это дома подкапывать на вышке лазит это на самом деле но это не есть хорошо хотя ну как бы да это в отдельных программ это в отдельных программах оно подчеркивает конечно нашу здесь самобытность такую да ну я сказал бы ребята если такие вещи делать это нужно как-то несколько иначе все оформлять страховка там клуб скалолазов прочее прочее это очень хорошая вещь серьезно много-много направлений и они все как бы они описаны опять же эти направления они описаны в программе вектор цели николаевской отделения кпрф опять же говорю да у меня все таки здесь кпрф я еще раз это на этом подчеркиваю все это есть это то есть бери проект и работы и каждый проект описывает нет и проект описывать несколько направлений одним из направлений является именно вот это телевидение телевидение одним из направлений одними являются именно телевидение как таковое но в данный момент телевидение это это всего лишь блок и притязание кого-то отдельного на все телевидение ну как-то вот это я еще раз говорю тема достаточно достаточно прямо она вот на кончиках пальцев гореть и вот пожалуйста вот мы отдали делаете это сделали но не получилось у вас там интервью сделать нормальный с главой района ладно бог с ним но пробуйте главное пробуйте кто не ошибается я вот сейчас только говорил да можно сказать минут 15 назад сколько там сейчас времени 26 в итоге в итоге эти персоны не могут не поджечь не обжечь да да ну как бы получается просто сама идея просто куда-то втаптывается но с другой стороны если это же это же всего лишь одно направление но не получилось давайте по-другому потом опять же набор новостей да ну скучно это но это опять же всего лишь одно из направлений ты сможешь реализовать просто набор новостей делает каждую неделю об этом известно кому мне об этом известно очень хорошо очень хорошо из честно ты лкраина просто вымотался и говорю но что живешь этими новостями этой подачи так подавать простого слуха вот так ну даже вот это делает каждую неделю gemar кто мешает дальнейший да никто собственно не мешает но как у каждый проблема именно фамилья как как никто ты не скрывай, не скрывай. У каждой проблемы есть фамилия, есть желудок, есть легкие, то есть тело человеческое необходимо каким-то образом питать, то есть нужна какая-то материальная база, чтобы были там продукты, там жилье, тепло, там вода, да, одежда. Дом в Анапе. Да, ну дом в Анапе, это очень хорошо, я очень рад за наших земляков. Как там его, не помнишь это? А, этот, Андрюха, да? Авель, Авель Чулянский. Здорово, как там у вас? Прощаю я тебе твои там высказывания все. Ну да, учитывая беспилотники, там, конечно, можно все простить. Стоп.